итак всем привет сегодня я расскажу о том как проще всего снимать и как проще всего монтировать таймлэпс видео кто не знает что это такое можете ввести на ютубе вот как слышится так и пишется таймлэпс можно даже по-русски вот кто как бы не не хочет искать на ютубе можете ввести в яндексе посмотреть таймлэпс почитать штука достаточно прикольная суть в том что это грубо говоря интервальная съемка с очень большим временным интервалом то есть та же серийная съемка у фотоаппарата например того же да ну будь то зеркальный мыльница это как правило там 5-6 кадров в секунду и прочее здесь мы наоборот снимаем какое-то некое событие то есть например тот же закат мы вот закат допустим в 9 вечера мы приходим в 6 вечера 6 вечера ставим камеру которая делает по одной фотографии допустим пускай 30 секунд потом эти фотографии значит мы соответственно компилируем и получаем такой вот большой небольшой вернее видео файл где-то на 2 наверно нет на 2 на минуту получается где-то на минуту и соответственно эта минута весь закат вот этот вот там 45 часов грубо говоря одной минуте очень классно смотрится это надо конечно видеть значит с помощью чего начнем вот с азов с помощью чего можно снимать таймлэпс видео соответственно подойдет в принципе любая камера подойдет мобильный телефон я уже видел некоторые приложения для android уверен что для с тоже есть подойдет беззеркальная камера подойдет цифровая зеркальная камера но у зеркальной камеры у нее количество срабатывания затвора где-то ну приблизительно такое усредненное значение возьмем на уровне 80000 после чего затвор меняется вот соответственно нам этого не хочется тем более на таймлэпс убивать как-то ну совсем глупо как-то можно снимать на зеркальные камеры с помощью режима когда зеркало приподнята и затвор грубо говоря не срабатывает честно не помню как это называется короче зеркалка для меня это в общем не вариант для съемки таймлэпсов тем более у меня нету фиша и объектива афиша объектив это кстати один из тех объективов которые желательно так на первых порах при съемке таймлэпса для новичка такого то есть я вот новичок рассказывать позиции новичка чего вот я достиг в данный момент значит я снимаю вот на такую штуку вот это экшен камера сяоми очень простая у нее внутри уже есть режим таймлэпс съемки вы учтите что на той же беззеркальной камере может не быть то есть придется как-то покупать пультики таймеры и прочее на зеркалках режима таймлэпс он точно нету но там есть пультик который стоит там что-то рубля от 500 до 2 до 3000 где-то значит что еще каких-то простых мыльницах скорее всего тоже может не быть вот ну в телефоне какие приложения собственно так 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 оно и будет значит что еще вам понадобится вам понадобится штатив моем случае это горилла под потому уж камера маленькая дофига всяких там деревьев и прочего там бетонные столбы за которые можно зацепить вот если у вас камера большая то соответственно это не ваш вариант вам придется покупать нормальный большой штатив громоздки достаточно хотя опять же большой штатив она в принципе хорошо одно из критерий удачный таймлэпс съемки это абсолютная статичность камеры то есть ее не должен шевелить как-то ветер там дрожь земли какая-то не должна на нее передаваться то есть я вот сегодня например снимал закрепил ее на забор то есть я ее взял вот забор идет вот я на него закрепил вот но я перед этим не проверил такой момент что когда кто-то к этому забору там конь роллер или велосипедист подъезжает и там в него грубо говоря так вот врезается ну чтобы на него облокотиться забор чуть-чуть дрожит то есть это не сильно видно на видео но все равно тем не менее надо иметь ввиду значит второй момент который нужно иметь ввиду карта памяти карта памяти должна быть емкой то есть 32 гигабайта ну так сойдет для начала в принципе а лучше конечно 64 лучше еще 128 то есть это даст вам реализоваться в полной мере и не париться по поводу того что есть там еще место или нет у меня в данный момент 32 на 32 гигабайта карта памяти ну как я уже понял это не совсем мой вариант то есть надо брать на 64 это второй был момент такой основной момент наверное третий обязательно нужно подумать о внешнем питании то есть любая камера ну зеркалки на самом деле могут достаточно долго работать тоже вот например зеркальная камера с батарейным блоком может очень долго работать но учите что вот например без зеркалки мыльницы тем более современные телефоны они не будут работать больше двух часов может быть в таком режиме таймлэп съемки то есть нужно думать как их дополнительно подпитывать как дополнительно подпитывать в то время пока они собственно снимают я опять же решил все просто у меня есть внешний аккумулятор от джипи на 4000 миллиампер часов соответственно здесь вот у сяоми есть разъемчик для зарядки я вставляю внешний аккумулятор в разъем 4000 миллиампер плюс 1000 миллиампер аккумулятор самой камеры получается там плюс минус на 5000 хватает ну пока мне еще ни разу не удалось посадить этот аккумулятор но вот ну так вы конечно имейте ввиду что это может быть одна из больших таких достаточно проблем потому что ну опять же если у вас аккумулятора хватит на два часа съемки два часа съемки это сейчас скажу час реального времени нет не так при интервале одна фотография в 10 секунд час реального времени это примерно 10 секунд то есть в реальности прошел час на видео таймлэпс это будет 10 секунд то есть вы учтите такой момент что больше чем 20 секунд за раз вы снять не сможете вот ну кому-то это будет конечно может быть пофиг для меня это достаточно большой минус поэтому я сразу подумал о внешнем аккумуляторе значит что еще ну допустим вы все отсняли все отсняли принесли домой у вас будет куча фотографий совершенно дикая сейчас я вам покажу у вас будет дикая куча фотографии вот такая вот примерно значит как все это добро монтировать руками как все это добро монтировать но на самом деле есть несколько способов в интернете способов дофига они все в принципе более-менее рабочие там с помощью фотошопа с помощью каких-то видео редакторов там еще 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 очень куча способов всяких там как-то можно видео подвинуть как-то выровнять мы сейчас говорим о уровне новичок то есть я вот новичок в таймлэпс съемки для меня то есть я понимаю что где-то там через год для меня все будет ужас вот я буду сам над собой смеяться но сейчас для меня это очень хороший вариант значит quicktime player pro под винду стоит сколько там списалось что-то баксов 30 он стоит в принципе я не знаю для чего его еще использовать честно говоря вот не пользуюсь quicktime player у меня не маг к тому же вот но для именно создания таймлэпс видео из фотографии это в моем случае неплохой вариант корол видео studio я покупал давно но относительно давно я не помню сколько он стоит но он мне не только для монтажа то есть я там много чего делаю фреймейк видеоконвертер в принципе подойдет любой конвертер и в принципе даже без него можно обойтись значит чем мы делаем открываем quicktime player pro вот он открывается значит жмем открыть последовательность изображений дальше у меня уже выбрана папка вам нужно будет выбрать не понимаю почему не растягивает вот это вот окно маленькое посмотрите какой кошмар не растягивается значит выбираем смотрим по соответственно по порядковому номеру так 1296 297 298 понятно значит первая фотография нас вот это выбираем частоту кадров ну оптимально ставить где-то наверное вот в таком диапазоне то есть от 23 976 до 25 ну давайте я не знаю ведь поставим 25 кадров да давайте поставим 25 кадров в секунду значит что у нас будет дальше дальше мы ждем открыть она чуть-чуть повиснет потому что сейчас она будет открывать в разрешении фотографии напоминаю что разрешение фотографии 4000 с чем-то на 3000 с чем-то то есть если у вас такое разрешение не пытайтесь на слабом компьютере вот это вот все проиграть это нереально то есть это не ну практически нереально если у вас не core i7 core i5 core i5 разогнаны значит нам интересует вот это вот жмем файл жмем сохранить как дальше он нам предлагает два варианта значит в качестве ссылки нету собственно написано нам интересует этот момент гигабайт с копейками в принципе плюс-минус нормально значит выбираем куда сохранить нам нужно допустим чтобы он сохранил на рабочий стол название добавлю единичку нажмем сохранить он на какое-то время опять подумает ну кстати достаточно быстро собирает претензий практически нет так сейчас сейчас все дальше нам принципе это не интересно дальше мы можем это закрыть так это нам пока пригодится значит вот он у нас файл смотрим его свойства так гигабайт с лишним давайте посмотрим его данные так 4600 на 3456 25 кадров в секунду все правильно вот не знаю может быть это конечно проблема моего компьютера но давайте вам покажу что бывает если пытаюсь его открыть вот я попытаюсь открыть в lc ником в лc ник мне либо делает вот так статичную картинку либо показывает слава шоу то есть в lc плеер для этих целей не годится открываю его вот таким вот плеером тоже как можно видеть не все так плавно как хотелось бы хотя и достаточно такой хороший плеер то есть все читает а тут видно как ползуночек зависает значит ну как бы мы не остались ли залить вот это вот все что сейчас получилось quicktime плеера на youtube будет отображаться видео будет идти нормально без рывков но не будет доступно 4k формат то есть они будут максимум до полом 1440 значит нам то нужно 4k соответственно что мы делаем дальше мы берем вот файл берем открываем coral видео studio знаю путь тернис наверняка есть путь намного легче но я чуть как-то вот какой какой способ нашел такой с вами делюсь на мой взгляд от самый простой значит берем вот этот видеофайл но давайте чтоб один его не брать все таки так не интересно давайте создадим некий фильм так открыть последовательность выбираем опять выбираем вот эту папку тут у меня уже другое так 25 проверяем что всегда вот здесь вот было 25 иногда сбивается то есть примера 29 кадр в секунду не знаю в помощи дети все это снимать так видно как лагает так сохранить как 4 добавлю на рабочий стол данный момент тоже гигабайт с лишним но плюс минус где это где-то 10 секунд будет видео в реальном времени сохраняем соответственно опять у нас будет шкала неловкая пауза которую можно обрезать но я не хочу все вот у нас два видеофайла закрываем и quicktime нам больше не нужен дальше что дальше у нас вариант на самом деле два можно засунуть его фреймейк видеоконвертер как-то переконвертировать там еще что-то но в данный момент у фрейм фреймейка где-то 3000 с чем-то на 1000 с чем-то максимальное разрешение как вот я видел то есть не совсем тот вариант хотя на самом деле на самом деле по сути можно выполнять видеофайлы которые получились по гигу весят взять спокойно засунули в конвертер сделать из них разрешение там допустим 1920 на 1080 чего более чем достаточно для просмотра на любом более менее современном мониторе то есть ну конечно мы не берем монитор который 4k тем не менее у большинства до сих пор монитору 1920 на 1080 я не думаю что ближайший год что-то поменяется тем не менее раз уж хочется 4k и хочется чтоб на ютубе выглядела 4k значит что мы делаем мы берем так 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 мы берем coral video studio так себе программка но мне она нравится такая достаточно простая берем соответственно наши файлы мы такой сейчас будем создавать небольшой фильм 1 файлик 2 файлик ну понятно что тут можно сделать всякие переходы отмонтировать наложить звук опять же на линейку то есть все все вы можете это сделать но мы сейчас делаем совершенно другое мы с вами значит публикации дальше что дальше значит есть такой вариант есть вариант с параметрами первого видеоклипа но кстати нажимается почему-то у меня очень часто периодически он может быть доступен не знаю почему не нажался на на самом деле сейчас так 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 сейчас не туда пошел все правильно значит что мы делаем дальше мы берем выбираем ну соответственно можем опять же 1920 на 1080 тут у нас навалом всяких стандартов вот я нажимаю avc h264 avc 4k 3840 на 2160 25 кадров в секунду 40 мегабит соответственно окей нам это нравится обязательно чтобы галочка была вот здесь нажата она просто всегда бывает значит указываем имя файла там какой таймлэпс про допустим жмем кнопочку начать все пошел рендеринг соответственно ну наверное я вам весь то показывать все таки не буду достаточно долго идет сейчас я запись выключу будет небольшой монтаж в моем видео и потом включу когда он до от рендерится до конца рендерится кстати достаточно быстро и так рендеринг закончился полностью вот о чем собственно и пишет нам табличка нажмем ok соответственно все где-то все заняло минут четыре на моем компьютере у вас зависимости от вашей конфигурации может как быть быстрее так и помедленнее начну больше нам этот товарищ не нужен сворачиваем так это тоже нам не нужно значит вот наш файл видим что он изменился в размерах вот очень достаточно так сильно причем по качеству я вам гарантирую сильных изменений вы не увидите как только вы зальете ноуту вы на youtube вы не увидите вообще никаких изменений то есть я сравнивал прямо так вот сидел смотрел по пиксельным буквально может быть если как-то слупы на 4k мониторе но я разница не вижу то есть что так что так прекрасно вот соответственно наш файл можно попробовать его открыть значит при открытии vlc плеером четко как-то него забросили значит при открытии вот этим уже все выглядит но более-менее неплохо то есть я не знаю честно говоря что вы сейчас видите на записи по идее должно быть все достаточно неплохо вот но как бы я вот увеличивал некоторые области изображения все очень прекрасно все очень четенько но как четенько насколько насколько камеры сяоми может выдать то есть понятно что чем круче камеры чем больше там детализации будет соответственно снимках тем она и круче вот соответственно вы получили вот такое видео дальше значит мы заливаем что мы же не просто так вы сделали чтоб смотреть в одиночку мы заливаем его на youtube вот примерно такой файл я заливал на youtube вот она на ютубе она закрытых тут откуда-то 3 просмотра взялось значит что мы имеем соответственно мы имеем пожалуйста полный набор то есть после того как вы выкладываете видео соответственно появляется почти сразу 720 1080 потом проходит две минуты появляется где-то вот это и через некоторое время появляется уже 4k то есть если канал интернета вам позволяет пожалуйста можно смотреть 4k эти лаги вы не смотрите как бы это не лаги на само видео это мне компьютер сейчас подвисает так в принципе смотреть вполне комфортно я пробовал смотрел очень очень здорово компьютер не тянет 1440 что еще не переключается у меня сейчас много всего открыто поэтому как бы не смотрите на это все работает очень хорошо я попробую буквально вот понимаете таймлапс это не быстрое дело я попробую за неделю за две записать какой-нибудь хотя бы ну 5 минутный таймлапс сделаю такой вот примерно примерно такого содержания примерно такого содержания у меня будет таймлапс примерно такого содержания будет таймлапс и потом выложу на youtube соответственно и покажу что как ну в общем наверное все всем спасибо всем всего хорошего на мой взгляд это вот самый простой способ для создания таймлапса